Доброе утро, мои друзья. Я собрался уезжать из Тбилиси в город Гори. Это километров 80-90 от Тбилиси, поэтому сейчас пытаюсь прообраться на вокзал. Я уже с рюкзаком сидел, все нормально. Вот это вот, ребята, как бы автовокзал, но здесь практически все, рынок, таксисты, маршрутки, в общем, столпотворение сплошное. Я приехал в Гори. Это город, в котором родился Сталин Иосиф Виссарионович. Ну, на данный момент моя боевая задача найти себе где-то хостел, оставить там рюкзак, ну и пойти гулять, чтобы посмотреть город по-человечески. Начинаем потихонечку изучать город, пока в поисках хостела. Смотрите, какая тоже архитектура вообще офигительная, конечно. Смачно смотрится все это. Это, кстати, вот это вот все, ребят, это парк Сталина. Ну, мы потом пойдем сюда гулять. Сейчас пока воздержимся от этого. Сейчас пройду просто вдоль него. Мне тут немного по пути посмотрел по карте. В общем, ребята, нашел я хостел, который хотел. Из меня здесь просят 55 лари. Это охренеть. Это в два раза дороже, чем в Ташкенте. Короче, я отказался. Не нужен мне такой хостел. Попробуем найти еще что-то. Вот, друзья мои, Ницца Квест Хаус. Вот сюда, пожалуйста, обращайтесь. 25 лари, то есть 600 рублей. И у меня целая комната в моем распоряжении на одного. Вообще суперски. Так что я оставил рюкзак и сейчас пойду гулять, смотреть город. Женщину, которая сдала мне хостел, звать Лия. Ну, это гостевой дом, а не хостел вообще-то. Она сначала просила с меня 30 лари. Я говорю, я не богат. Я говорю, давайте хотя бы как-то скидочку сделаем. Но она 25 не сказала. Так что можно договориться, все окей, все отлично. Вот это вот Государственный музей Сталина, около которого я ходил. И, собственно говоря, парк Сталина. Идем гулять. Вот и сама скульптура Сталина напротив музея. Предполагаю, что этот вагон тоже как-то связан со Сталиным. Может быть, это личный его вагон. Но не знаю, утверждать не стану. Аркада музея. Вот такая надстройка сделана над основным домом, где родился Иосиф Виссарионович. Вот его дом. И вот от дома Сталина начинается уже парк Сталина. Вот туда вот он тянется. В основном-то это, наверное, такая главная достопримечательность города. Сегодня впервые за все мое нахождение в Грузии пробилось солнце. Солнечный день и на улице так достаточно тепло. Даже хочется гулять. Как и везде в Грузии. Вот такие вот красивые улочки небольшие. Ну и мы идем в какую-то крепость. Сейчас посмотрим какой. Ребята, крепость называется Гори, так же как и город одноименно. Вот так вот грандиозно она выглядит снизу. Не знаю, как туда подняться можно, нельзя платно, не платно. Сейчас посмотрим. Церковь Успения Святой Богородицы как раз напротив крепости Гори расположена. Ну а здесь, так полагаю, вход в крепость. Пойдем прогуляемся. Потрясающе, друзья, растения. Вообще, конечно, нравится. Сооружения все вообще зачетные просто. Как говорит один мой друг, эпично выглядит. Куда-то нам туда. Аллея вообще классная. О, облепиха растет, смотрите. Да, это облепиха. Много ягод. Растительность просто потрясающая. Я вообще, конечно, в восторге. В огромном восторге. Что-то тут все позакрыто. Заборчики. Как туда попасть, где люди ходят, я не знаю. Может, билет надо покупать. Кто-кде, не знаю. В общем, я пока не понял, как попасть в крепости. Поэтому вот здесь вот по скверу гуляю. Сейчас попробуем найти, где вход туда. Потому что здесь все везде в заборах. Непонятно, куда идти. Куда-то вроде ведет. Ведет аллея вот такая бетонная. Бац, там тупик, забором перегорожен. Ну, сквер, конечно, здесь вот классный. Розы цветут еще. Ребята, вроде наконец-то я нашел дорогу. Вот она, крепости. Наверное, это она все же. Перед тем, как лезть на верхотуру к крепости, решил зайти на мемориал солдату. Вот она. Сейчас подойдем, посмотрим. Вообще, потрясающая задумка, конечно. У этого нет обеих рук. Израненное лицо, да, плечо. У этого руки нет плечо. Порублено. Без лица и без мяча, и без руки. Здесь вообще, четвертованный, обезглавленный. Тоже, да, круто. Нечего сказать. Ну и, как всегда, солнце. Солнце, солнце против меня начинает работать. Да, интересный такой монумент, конечно. Нечего сказать. Нашел точку поинтереснее, откуда можно всех сразу снять. Забрался к крепостной стене на холм. И отсюда открывается отличная панорама на город. Вот та башня с флагом. Это музей Сталина. Вот эта церковь, у которой я ходил. Вот внизу памятник солдатам, мемориал. Ну а в той стороне все видно. Видно речку. Река Меджуда называется. А вот уже крепостная стена. Вот на какую кручу я лезу. Прям к стене. Здесь обрыв пошел. Река Меджуда. Вот, ребята. Смотрите. Город Гори. Родина Сталина. Нашел прекрасную обзорную точку на весь город. А я вон покруче поднимаюсь оттуда. Конечно, это cha скелеза. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем-то, ребята, внутри крепости ничего нету Один ветер гуляет Притом довольно сильный и холодный Вот такая вот поляна Воткнуты флаги Грузии Везде развиваются флаги Вот там за мной, видите, наверное Я спрятался за стену, чтобы снимать, чтобы камера не глушила Ну сейчас пройдемся немного Смотрите, подъем на стену Здесь столик Все дела Вот сама стена Вон там вид на город Сверхотуры На речку А в этой комарке, скорее всего, строители Сидят Мусора куча Стол сделан, лавки Субтитры создавал DimaTorzok Предполагаю, что это использовалось как колодец для сбора воды в крепости Хотите еще прикол? Самое интересное, что я в этой крепости абсолютно один гуляю Она закрыта, наверное, на реконструкцию А я просто обошел какими-то путями Здесь вообще никого нет Это потрясающе Просто не единственного человека Вот только, ребята, строители работали и все Я здесь в гордом одиночестве А так как я здесь в гордом одиночестве Значит, могу ходить, куда хочу Там было огорожено, что сюда нельзя Но я поперся вот на эту стену Смотрите, тоже виды открываются на город Сейчас не упасть бы никуда Класс Просто класс Так просто выглянулось Со стены вниз туда Обалдеть Высоко Высоко, ребята Ощутим себя бойцами в крепости Обалдеть Друзья мои, я на крепостной стене Вот тут эти зубья Туда-сюда За мной город Внизу Там обрыв Смотрите, ребята Я зашел снова куда нельзя За веревку, да И вот здесь вот в земле Посмотрите Какие-то глиняные были Типа кувшины Или как это Тандыры, в которых пекли вот что-то Посмотрите, черепки остались Вот они Это глиняная Емкость Из земли торчат Вот отлично видно Глиняная емкость Кувшин какой-то Или там дыр был сделан Или непонятно Это очередная стена Очередная стена И вот мы смотрим на город Со стены Нагулялся я по крепости Вдоволь Вот Устал ползать Так что сейчас спускаюсь Обратно в город Ну и попытаемся найти еще каких-нибудь интересных достопримечательностей в городе Вот за моей спиной видите крепость горе Вход Вот снизу крепость Во всей своей красе, как говорится Вот там вот наверху я ползал, ребята Только что был на этих стенах Мы закончили осмотр крепости Идем в город Спустился я вниз Сверху видел Здесь какой-то памятник стоит Скульптура кому-то Что-то чья-то Сейчас пойдем посмотрим Найдем Где это было А вот я к ней как раз выхожу Здорово Вот этот памятник Который я видел сверху Это памятник Ламчабуки Я не знаю кто это такой Я не читал ничего про него Но выглядит это очень даже грандиозно Скорее всего Как и в любой другой стране Здесь написано Я люблю горе Но я не умею читать по-грузински Вот это скорее всего центр гори Здесь базар располагается Ну и я так через него прошел Немножко отоваривался Сейчас подрасскажу Я нахожусь у памятника Николасу Бараташвили Вот он Не знаю видно или нет В общем-то я приземлился на лавку Сейчас покажу вам свои покупки Ребята В Грузии созрели мандарины И я взял целый килограмм мандарин Сейчас попробуем А еще я купил себе шапку Как-то так В голове будет тепло Это уже хорошо А то у меня с собой одна кепка Еще бы свитером разжиться Было бы вообще супер В общем буду хавать мандарины Сейчас скажу вкусно или нет Друзья мои Грузинские мандарины Это просто божественно Очень вкусно И стоят Один лари Тридцать тетри За кило Короче, ну копейки В общем наелся я Мандарин в этом сквере У памятника посидел Вот, примерил шапку Сейчас пойдем дальше гулять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребят, я нагулялся по городу Пришел в гостевой дом В котором я живу И вот хозяйка его, Илья Она меня принимает Очень радушно Здравствуйте Как дела? Напишите, да В комментариях Как у вас дела Передайте привет, Илья Если что Приезжайте в ее гостевой дом Скажите адрес Спасибо большое Наш гостевой дом Гестхаус Ницца В городе Гори Гори Это город Город Сталина Сталин здесь родился У нас здесь маленький гестхаус Адрес Всегда много туристей Адрес Адрес На улице Кутаиси 58 Вот, так что приходите Спасибо большое Все эти, что вы видите на стене Нарисовали мои дети Нарисовали, когда они были совсем маленькими 10-12 лет Нарисовала моя старшая девочка Ницца И мой сын Шио Вот, вишивки тоже Девочки вишивали Например, вот этот гейша Япоски гейша Моя вторая девочка Марьям Вишивала, когда она была 9 лет Я сейчас не верю Такому русбосрости, как они вишивали Ну да, это очень красиво на самом деле У Лии здесь просто целый музей Ой Вот в долгом макраме Видите, в макраме Сделала я Остальные все мои дети Реально, вашему дому может позавидовать Какой-то краеведческий музей У вас очень много экспонатов различных Да, много Я уже работаю 9 лет В нашем городе только один гейсхаус было А я была вторая Да Сейчас много гейсхаусов делали Но я в мой гейсхаус уже 9 лет я работаю Вот призы от Booking.com Они послали меня А, да, Booking.com Наш гейсхаус я открыла в 2014 году И получили от Booking.com 9.4 Потом уже 9.5, 9.6, 9.6, 9.6, 9.7 А, 9.7, да В прошлом году Точно, точно, смотрите А сейчас у нас уже 9.8 А, вы растете Это хорошо Да Процветание вам Вот так Это посткарт для моего гостя И мы здесь собираемся Посмотрите, он номизматик О, отличная коллекция Лея еще и музыкант, оказывается О, отличная коллекция Субтитры создавал DimaTorzok 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 Браво! Потрясающе! Браво! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, еще раз напоминаем вам о гостевом доме Лии. Если вы хотите, чтобы ваша хозяйка вот так вот классно порадовала вас вечером музыкой прекрасной. Так что обязательно останавливайтесь только у Лии. Обязательно. Спасибо большое. Сейчас я играю грузинскую танго. Из грузинского фильма, старого фильма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Добавил DimaTorzok 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 Вот так. И очень вкусно. Сладко и вкусно. То есть шкурка чистится сверху? Да. Вот так. Я не понял, как он называет еще раз это? Смартли. Крусинский Смартли. Смартли. Смарт. Смартры. Смартли. 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 Я не могу сказать это. Я не могу это сказать. Так вы не знаете. Короче, я не могу это повторить. Сколько я не говорю. Да, вкусно, да? Да. Внутри как по-русски? Семечки. 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 Нет. А, их не надо кушать. Их не надо кушать. Друзья мои, вот моя комната. Здесь есть кровать, тумбочка. Ну, кондиционер не работает, там батарея из-за кровати. Мне ее включили и стало тепло. Тут столик, стол, ну, стул, в смысле стол, шифонар. Ну, и вот дверь, выход туда в помещение. В общем, ребят, я сегодня погулял по Гори. Посмотрел кое-какие достопримечательности. Ну, в плане даже крепость вот Гори. И, не знаю еще, завтра она еще, короче говоря, я думаю, что съездит. Здесь есть такое интересное место, как пещерный город. Не знаю пока точно ничего про него, знаю только одно, что нужно ехать на автобусе 12 километров, по-моему. И куда-то еще километр там пешком идти. Вот, поэтому я думаю, что я, наверное, завтра съезжу туда. То есть, я еще остаюсь в этом гостевом доме у Ли. Вот. Ну, и, в общем, пока как-то планы такие. Больше новостей никаких. Вы все знаете, все видели. Вот такой вот прекрасный концерт под фортепиано мне выстроила хозяйка. Так что, все суперски. Ну, а сейчас буду отдыхать. Больше что еще делать.